И мы снова вернулись в прошлое, в поместье Хирата. Но ненадолго. Нам нужно забрать здесь буквально одну вещь, чтобы в дальнейшем облегчить себе бой с Гёбу. Этих парней лучше сразу вырезать. Как вы могли заметить, я решил немножко попользоваться навыками боя. Эти парни с щитами практически неубиваемы, если у вас нет топора. Но топор у нас есть. Поэтому можно спокойно крошить их щиты. Без топора с ними биться, это туши свет. Здесь у нас мост, и по идее можно здесь спрыгнуть в реку и проплыть в определенное место, но пока туда рано. И здесь нам снова пригодится леденец Гатиина. И осторожненько здесь всех вырезаем. Кроме этого парня, у которого целых две жизни. И это тот самый охотник на Синоби. О котором мы здесь уже могли слышать. И это совлось с факелом. Успевает поднять тревогу. Но ничего страшного, нужно просто немножко подождать. И очередное обучение. Отражение атаки выпада. Атаку выпада нельзя блокировать, но можно отразить. В контратаке Микири также можно отражать выпады. А успешно выполнив ее, вы снизите концентрацию противника сильнее, чем при обычном отражении атаки. С Микири мы уже знакомы. Охотник на Синоби Энсин из храма Мисон. Охотник на Синоби Энсин из храма Мисон. Охотник на Синоби Энсин из храма Мисон. И ждать, пока он будет делать свой выпад копьем. Делать атаку Микири. После этого немного отбегать. Ждать от него опять выпад. Что-то вот никак он у него не хочет делать. Что ж ты будешь делать? Я слишком рано нажимаю выпад. И сработала невидимая помощь, которая позволила мне не потерять деньги и очки опыта. Умерев, вы лишаетесь половины накопленного опыта и денег, но изредка этой потери можно избежать. Невидимая помощь богов и Будды может избавить вас от лишений. Шанс получить невидимую помощь отображается в меню паузы. Пока что она у меня 30%. И мне на самом деле надо было немножко поумирать, чтобы выполнить небольшой квест Эммы. Но я его все равно рано или поздно выполню, потому что совсем не умирать в этой игре очень сложно. Что-то, конечно, у меня с этим парнем из храма Миссен не очень сложилось. Мы уже знаем название целых двух храмов. Это храм Миссен и храм Сэмпо. Именно оттуда пошли различные леденцы, которые мы находим по ходу игры. А также в храме Миссена обучаются вот эти вот охотники на синоби. Пока он встает, можно нанести ему хотя бы один удар. Так, иди сюда, парень, на более открытое пространство. В этот раз попробуем сильно не облажаться. Так, иди сюда, парень, на более открытое пространство. Но вот так вот гораздо лучше. Бусины отчеток. И это именно то, зачем я сюда и приходил. Заодно соберем здесь оставшееся барахло. Шар трофеев. И дальше у нас идет красивая бамбуковая роща, но которую мы посетим попозже. Теперь у нас есть четыре бусины, и мы можем улучшить нашу выносливость. Первые молитвенные четки. Нанизанные на нитку и поднесенные идолу резчика бусины повышают максимальный запас жизни и концентрации. Четки из таких бусин популярны среди могучих воинов. Ярость воинов Асина известна по всей Японии. Особенно прославлены их военно-начальники. Все до последнего мастера стиля меча Асина. Вы стали выносливее, запас жизни и концентрации увеличен. Ну а мы возвращаемся обратно в окраины Асина, к превратной башне Асина. И перед тем, как отправляться на битую сгебу, нужно сделать несколько приготовлений. Нам нужно изучить атаку с крюком. Дает навык атака с крюком. Это умение Синоби позволяет использовать крюк, чтобы одним движением подлететь к врагу и выполнить атаку мечом. Протез Синоби отлично подходит для того, чтобы совмещать перемещение и атаку, не расходуя энергию зря. И, кстати, если вы не понимаете, как работает тот или иной навык, либо протез, то всегда можно прочитать дополнительное описание, если нажать на клавишу Y или треугольник, смотря на чем вы играете. И в данном случае в атаке с крюком написано, что РБ при перемещении с крюком атаковать с крюком. Использовать инерцию при приземлении, чтобы провести мощную атаку мечом. И этот навык нам может облегчить жизнь при битве сгебу. Хотя он и не так часто будет применяться в игре. На битву сгебу также не лишним будет подготовить петарды Синоби. Ну и последнее, самое главное, это если вы играли до этого в серию Солс или Бладборн, то забудьте все то, чему научились там при битве с боссами. И после того, как Гёбу вылетает из своих ворот, делаем несколько ударов катаной, потом кидаем фейерверки. И таким вот образом снимаем ему примерно треть жизни. Лучше от Гёбу держаться на средней дистанции. И ждать того момента, когда его будет заносить на лошади. Когда он к нам подбегает, просто спамим блок. Повышая тем самым шанс на парирование. И когда появляется вот такой знак, прыгаем на него и атакуем. Используя атаку с крюком. После того, как вы таким образом с ним сближаетесь, у вас есть два варианта. Это если вы не уверены в своих силах, то отбежать. Второй вариант это продолжать пытаться парировать его атаки. Его можно эффективно убить, как сняв ему всю строку жизни, так и заполнив ему всю строку концентрации. После вот такой вот сильной атаки, у него появляется большое окно, в которое можно вставить несколько своих атак. Во второй стадии он ставится немножко поагрессивнее, но особо ничего не меняется. Все так же используем атаку с крюком. Когда рядом, просто спамим блок и парируем. Если вы хорошо знаете его тайминги, то можно просто не спамить блок, а пытаться его сразу же парировать. Ну а спамить блок безопаснее. Также, конечно же, еще не забываем, когда рядом используют петарды. Но будьте осторожны. Особенно во второй стадии он любит после использования петард бить сильным ударом в землю. Ну вот примерно так. Поэтому петарды здесь не особо и помогают. Ну ладно, хватит уже болтать. Давайте я просто заткнусь и добью его. . Ну ладно, я не могу. Пытаюсь. Но я не хочу. Я не могу. Воспоминания Гёбу Анива Память о битве с редким противником, оставшейся в сердце волка Медитируя у идола-резчика и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки Гёбу Масатака Анива был хранителем ворот замка Асина И также он нам ещё даёт механический ствол Механический ствол, который можно отдать резчику, чтобы улучшить инструмент в протезе Похоже, что он идеально вставляется внутрь протеза Металлический сердечник наверняка сделает колоксиноби ещё смертоноснее Эта вещь нужна для того, чтобы улучшать уже вставленные инструменты в ваш протез Улучшение инструмента в протезе Если принести резчику механический ствол, можно улучшить инструменты в протезе Быстро вернуться к резчику можно посредством перемещения идола-резчика или использовав его защищение Зачем об этом постоянно напоминать? И здесь мы можем видеть такое вот поле брани Куча трупов, кругом знамёна с иероглифами Как мне кажется, это на самом деле не японские иероглифы Японские иероглифы, возможно, китайские Я не знаю, что означает этот текст Но, возможно, кто-то из моих зрителей это знает Если что, напишите в комментариях Да, Гёбу здесь неплохо поработал Но здесь на самом деле трупы не только воинов министерства Воинов министерства можно опознать по красным доспехам Все знамёна в краи Кругом кружится вороньё Ждут, чтобы плакомиться глазами убитых воинов И давай сразу изучим несколько навыков А вообще, я рекомендую прокачивать в первую очередь Стиль Синоби в верхнюю ветку Вот до этого навыка Сейчас я покажу, что он даёт Сначала улучшаем карму Синоби Это пассивный навык Который повышает максимальный запас эмблем духа Эмблемы духа воплощения плохой кармы Они преследуют тех, кто совершил много дурных поступков Тело Синоби, отнявшее много жизни Также вынуждено нести бремя его грехов Нам нужен навык дыхания жизни свет Он стоит 5 единиц навыка, но он того стоит Даёт пассивный навык дыхания жизни свет Восстанавливает запас жизни при успешном выполнении смертельного удара Смертельные удары дают Синоби возможность сделать паузу в поединке Размеренным дыхание Синоби успокаивает тело и разум Даже продолжая убивать Это позволяет разить врагов без остановки Этот навык может избавить вас от вечной нехватки лекарства И мы добрались до врат замка Асина Но давайте сначала посетим другое место Здесь можно подняться по вот этой высокой лестнице И увидеть трупы, которые одеты в очень специфическую одежду Если посмотреть сюда, то можно увидеть то самое место, где мы бежали вниз И вон там мы прятались от змеи И здесь даже можно свеситься Непонятно для чего это нужно Глиняный осколок И очередной торговец Не этот парень хорошо устроился возле поля боя Похоже бизнес у него процветает Купить предметы И у него есть пару интересных предметов Это, конечно же, семечко тыквы за тысячу цен И некая божественная капля крови Редчайший предмет, оставленный одним из божественных наследников С помощью этой капли можно немного повысить свою способность к воскрешению Либо, если у вас есть амулет исцеления Вернуть жизненную силу тем, кто был ее лишен В этом случае каплю нужно поднести и до лурейщика Все больные драконьим поветрием исцелятся И кашля больше не будет Достаточно богатая на лор божественная капля крови Но пока что понять, что именно она дает Не представляется возможным Потому что я еще умер не так много раз, сколько нужно было И записание этой капли можно понять Что божественный наследник Кура Похоже, далеко не первый такой божественный наследник Также здесь вспоминается некое драконье поветрие И при помощи этой капли можно его исцелить Но для этого нам нужен амулет исцеления Которого у нас нет Да и драконьим поветрием пока что у нас никто не болеет Итак, нам нужно 1000 сен Мне не хватает примерно 300 Но я еще и куплю у него эту каплю И, кстати, можно продавать предметы Можно продать, допустим, вот эти вот Глиняные осколки никому не нужны Пепел Ну и, пожалуй, наверное, хватит Так, одного маленького кошелька мне будет недостаточно Давайте распакуем еще один И купим божественную каплю крови И семечко тыкиваем И здесь мы Мы встречаем очень важного NPC Незуми Незуми Глиняные осколки Глиняные осколки Луис Вормы Ваше Затем Ваше Крики Субтитры создавал DimaTorzok И крысами он называет шпионов, которые рыщут в землях Асина И пытаются найти здесь слабые места Описание крысы Описание крыс, прокравшихся в земле Асина Поговорите с Тенгу, когда с ними будет покончено Крысы Убийцы из храма Сэмбо Нескорослые Носят бамбуковые шляпы Их несколько В последний раз их видели у ворот замка Асина Мой протез ему явно кого-то напомнил И скорее всего он был знаком с Резчиком Также он откуда-то знает наше прозвище Волк И кстати именно он в игре дает нам прозвище Секира Что похоже означает Однорукий Волк И он просит убить несколько крыс Которые находятся где-то рядом с вратами в замок Асина И если немного разбираться в японской культуре То можно догадаться, что Тенгу это и его ненастоящее имя Дело в том, что в японских верованиях Тенгу это существо, которое представляется В облике мужчины огромного роста С красным лицом и длинным носом А иногда даже с крыльями Также Тенгу носит одежду горного отшельника И имеет огромную физическую силу И искусно владеет холодным оружием И этот парень очень сильно подходит под это описание Если вы прямо сейчас откроете ватсап То там вы сможете найти смайл в виде маски Тенгу 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 Все узнаем дальше по сюжету Здесь конечно внимательно проходить игру Легкий кошелек И нам уже забраться на самый верх этой башни Что-то я уже забыл как это делается Да, нам пригодится крюк И здесь у нас очередная бусина четок Да, бусины здесь можно и просто находить в секретках Не только они выпадают из мини-боссов Но в основном они будут выпадать именно из мини-боссов Итак, давайте чтобы ускорить процесс Мы переместимся к последнему активному идолу Давайте отдохнем и усилим нашу атаку за счет воспоминания битвы с Гебой Да, прокачка силы в этой игре выглядит именно так Нам нужно убивать основных боссов в игре Только после этого мы можем прокачать свою силу атаки Память о битве с редким противником Хоть отдаленное это воспоминание подкрепило силы волка В юности Геба Анива был вожаком шайки бандитов Иссин победил его в схватке Но был так впечатлен его силой, что взял себе на службу Со временем Анива стал самым верным из самураев Иссина В общем, земля Хасина и так все неспокойно Им не хватает людей А мы еще и вырезаем тут очень сильных военачальников Тем самым приближая конец клана Асина еще ближе И нам здесь нужно первым делом найти низкоросликов Запрыгнет уже Да что ж такое-то, не могу запрыгнуть Окей, сделаем проще Иссин 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 Из подслушанного диалога можно понять, что у этих крыс было два задания Первое, это разузнать о здоровье Иссина А второе, разобраться с неким барсуком, черная шляпа И кто же мог поручить им эти задания? Окей, нам здесь понадобится топор На самом деле из описания для Денца Гатиина можно предположить, что эти низкорослики Подчиняются главному жрецу храма Сэмпа После того, как мы вырезали крыс Нужно как можно быстрее вернуться к Тенгу и получить очень важный предмет Тайное учение стиля Асина Подробное описание приемов стиля Асина дает возможность изучать навыки из раздела стиль Асина По сути, это биография Иссина Асины Молодой Иссин отчаянно сражался, оттачивая технику в крови своих врагов Он объединил свои учения под названием стиль Асина Чтобы утвердить власть своего клана Я играю с персонажи Баба, все еще здесь. И эти врата, которым я открыл, это шорткат. Здесь мы уже были. И больше-то, в принципе, делать нам здесь и нечего. Поэтому... Поэтому это очень странно, шорткат. Ну а нам нужно вернуться в разрушенный храм и сделать там пару дел. И первое, что нужно сделать, это отдать очередное семечко тыквы, для того, чтобы улучшить нашу фляжку. И теперь у нас уже целых четыре глотка. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И теперь мы можем улучшать инструменты в протезе. Улучшение инструментов в протезе. Встроенные инструменты можно улучшать, расходуя материалы и деньги в меню улучшения инструментов в протезе. Для создания улучшенной версии инструмента нужны его базовая версия, а также все необходимые для этого улучшения предыдущих уровней. После улучшения инструмента вам будут доступны и его прежние версии. И как раз вот для этих улучшений и нужны различные ингредиенты, типа железа, пороха и тому подобное. В данный момент мне хватает, чтобы усилить только петарды. И давайте это сделаем и посмотрим, что нам это даст. Петарда, усиленная пружинным механизмом, расходует эмблемы духа, вызывает громкий взрыв и яркую вспышку. Заставляет врагов попятиться и наносит урон концентрации звероподобных противников. Взведите пружину, чтобы поразить петардами врагов по всем направлениям. И давайте испытаем нашу новую игрушку. Поставим усиленные петарды. Они тратят все так же 2 единицы духа за одно использование. Но теперь, если удерживать клавишу РТ, мы выполним ее усиленную версию. Заведите пружинный механизм, усиленная вспышка будет поражать врагов по всем направлениям. То есть мы также можем... Нужно поставить петарды. То есть если нажать просто клавишу РТ, то мы получим обычный бросок петард. Но если зажать клавишу РТ, то можно кинуть сразу петарды по кругу. Это может быть полезным, если вас окружило сразу несколько врагов. И теперь у нас есть выбор, куда двигаться дальше. Либо продолжать путь к замку Асина, либо вернуться в прошлое и узнать, чем же закончится событие в поместье Херата. И я выберу второй вариант. Отправляемся в бамбуковую рощу на склоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова